В Петрозаводске одна из самых сильных школ города оказалась в центре громкого скандала. Мама будущей школьницы подала на учебное заведение в суд после того, как не смогла даже попасть в здание, чтобы записать ребенка в первый класс. Почему часто дорогу к знаниям для своих детей родителям приходится прокладывать силой, выясняла Елена Макарова. Главное не окончить школу, а для начала хотя бы попасть в нее. Для этого в ночной дозор идут мамы и папы по всей стране. Они дежурят под окнами на морозе, устраивают переклички и ведут списки очередников. Ночевали в машину, потому что нужно держать оборону, как говорится. Вот, например, штурмом берут 33-ю Хабаровскую школу. В Новосибирске возле 199-й школы в очереди стояли еще с 4 часов вечера 31 января. Уже к 6 часам в списке было 60 человек. В Нижнем Новгороде настойчивые родители начали занимать очередь за 3 дня до начала официального старта приема в первый класс. Дежурили в основном, отцы согревались, нервы сдали, завязалась драка. Один из мужчин попал в реанимацию. Произошла вот эта стычка, почему родители детей, которые здесь живут, должны также стоять в очереди ночами и отвоевывать своим детям место в школе вместе с детьми, которые здесь не живут. В Петрозаводске, в престижную школу, куда мечтают отдать учиться своих детей и родителей изо всех районов города, одну из мам не пустили сотрудники частного охранного предприятия. Она утверждает, их наняла инициативная группа родителей. Пускали только тех, кто числился в списках, составленных неким закрытым сообществом в социальных сетях. Администрация школы оправдывается. Это вынужденная мера. Буквально за 2-3 дня до начала приема ко мне подошли родители и сказали, будет ли в школе организован порядок и будет ли организована охрана. Вот только с этой целью мы пригласили наше охранное предприятие. Женщина уже подала иск в суд и требует отменить результаты набора. Ведь записать дочь в первый класс у нее так и не получилось. Родители начинают искать обходные пути, чтобы записать свой чадо в престижную школу. Уровень определяют наличием бассейна, спортивного комплекса, новизное здание и, самое главное, хорошими педагогами, как, например, в этой новосибирской школе. Сюда мечтал отдать своего сына Константин. В итоге все закончилось судебными разбирательствами. Мужчина решил зарегистрировать себя и ребенка в доме по соседству с гимназией. Нашел первый попавшийся сайт в интернете, где предлагали сделать все за 18 тысяч рублей. Как уверяет сейчас, он не знал, что действуют мошенники в обход установленных норм. А это уже подделка документов. Мы на первых строчках, у нас все официально, мы работаем 4 года. Что через орган на ФМС и никаких вопросов не будет. В гимназию ребенка взяли и папа решил вернуть свою прежнюю регистрацию. Обратился в миграционную службу, где обнаружили подделку. Сегодня суд вынес решение оштрафовать мужчину на 13 тысяч рублей. Однако о множестве таких поддельных документов, возможно, так и не узнали. Директора школ не могут самостоятельно проверить подлинность регистрации. В интернете легко найти объявления, предлагающие временную или постоянную прописку. Например, здесь обещают оформить регистрацию быстро всего за 3 дня. Цены у каждой компании разные. В среднем от 7 до 20 тысяч рублей. Уже несколько лет подряд определить ребенка в школу можно на сайте госуслуг. Но пока эту возможность практикуют главным образом москвичи. В регионах систему атакует такое количество желающих с разных концов города, чтобы уж наверняка попасть в списки, что программа не выдерживает и дает сбой. Родители, обеспокоенные тем, что ребенка не возьмут в желаемую школу, подают заявки аж в 7 учебных заведений. А кто-то записывается и в электронные списки и занимает место в живой очереди. Так, на всякий случай. У нас уже прям первый класс закончен. А что значит закончен, если мы здесь... А закончен, потому что мы 240 детей в 8 классах полностью по 30 детей набрали. Набрали больше, чем планировали. Светлана Фадеева погналась за двумя зайцами. И пока пыталась устроить ребенка в престижную гимназию, пропустила запись в две школы рядом с домом. Весь этот ажиотаж, говорят чиновники, создают сами родители. Беспокоиться смысла нет. В любом случае, в первую волну зачисления будут брать только по месту жительства. Открываются дополнительные классы. Если есть возможность учреждения, конечно же, мы доукомплектовываем классы уже существующие. В школах успокаивают родителей. Когда летом начнется вторая волна зачисления, смотреть на прописку уже не будут. Запись детей в первые классы будет продолжена до начала сентября.